Танакиль Леклер Когда Тани было три года, ее семья переехала в Нью-Йорк, где она стала заниматься балетом. Училась она у солиста Большого театра и партнера Анны Павловой Михаила Морткина. Во время занятий в балетной школе девочка получила специальную стипендию, как и даренная ученица. После выпускного экзамена в школе американского балета 17-летняя Тани была приглашена в балетное сообщество, учрежденное хореографом Джорджем Баланчином и Линкольном Кристейном, которое впоследствии станет знаменитым Нью-Йорк-Сити балет. В 17 лет Танакиль танцует практически все главные партии в труппе Баланчина. Зрители любят ее за индивидуальную манеру танца, ее гибкость, а ее необычная внешность вовсе сводит с ума. Когда Тане исполнилось 21 год, Баланчин ставит для нее вальс. Прославленные хореографы Джером Робинс и Мэрнс Каннингем создают партии специально для Леклерк. Всего их насчитывается 32. Несмотря на разницу в 25 лет, между Таней и ее наставником Баланчином начинается страстный роман, апогеем которого становится предложение руки и сердца, сделанное Баланчином в рождественскую ночь 1952 года. И 1 января влюбленные женятся, Тани становится его четвертой женой. У Танакиль было все. И любовь, и слава, и обожание гениев. В 1956 году в Копенгагене труп Баланчина находится на гастролях. 27-летняя Тани внезапно почувствовала себя плохо, но все же смогла дотанцевать все свои спектакли. И только затем отправилась в больницу, где и выяснилось, что Леклерк больна полиомиелитом. Прогноз врачей неутешителен. Балерина больше никогда не сможет ходить. Супруги вернулись в Нью-Йорк. Баланчин берет годичный отпуск, чтобы ухаживать за женой. 14 февраля 1969 года 65-летний хореограф и художественный руководитель Нью-Йорк-Сити Балета развелся со своей женой Тани после 16 лет брака. На основании непреодолимой несовместимости. Но в реальности же он просто влюбился в другую женщину. Детей у супругов не было, и их быстро развели. Баланчин принялся сразу ухаживать за его новой музой, Сьюзен Фаррелл. Однако она отклонила предложение хореографа и вышла замуж за танцора Пола Мехия. Несмотря на развод, Тани и Баланчин оставались друзьями вплоть до самой его смерти. Балерина каждый день приезжала к нему в конце жизни, когда Баланчин был тяжело болен. Из всех его жен только Тани была упомянута в его завещании. Постепенно привыкнув к своему состоянию и положению, Танакиль заполнила свою жизнь разными увлечениями. В 1964 году вышла ее книга «Мурка. Автобиография кошки». Спустя три года – балетная поваренная книга. С 70-х годов Тани посвятила себя преподаванию. Работала в танцевальной школе Гарлема. По воспоминаниям студентов, Танакиль, прикованная к инвалидному креслу, использовала руки вместо ног. Она показывала движения руками. Помимо этого, она увлекалась фотографией и придумывала кроссворды. Танакиль Леклер, балерина, сияющая своим искусством в 40-е и 50-е, умерла 31 декабря 2000 года, в возрасте 71 года, от пневмонии в Нью-Йорке. Волшебница нежданных фуэте, Дитя из вечной юной терпсихоры, Летишь навстречу призрачной мечте, Ловя восторгов в трепетные взоры. Кудесница немеркнущих побед, Послушница неуловимых граций, Пленяешь упоенный танцем свет, Каскадом озорных импровизаций. Владелица беспечных миражей, Ты чувственно, как сны о нежном счастье. Париж над бастионами ненастей, Поэзии давно забытых дней. Балец загадка, что не знает слов, Движением ты выразишь любовь. Стихи Туркина Сергия